Событие поистине районного масштаба. Как вы можете видеть, за мной много народу. Уже на входе Дворца спорта видно, как будто перед концертом какой-нибудь рок-звезды. Ажиотаж вокруг мероприятия действительно не уступает ни рок-концерту, ни любому другому галу событию. Это будет лучший концерт в моей жизни. Тут будут выступать много людей из разных школ. Но наша школа должна победить. Пятая школа лучшая. Скажи, пожалуйста, почему сегодня сюда пришла? Я хотела поболеть за какую-нибудь школу, посмотреть, как будут выступать люди. По словам главы Ленинского района, такой большой интерес к конкурсу наблюдается и в интернете. Я могу открыть небольшую тайну. Ко мне даже в социальные сети поступали жалобы от недовольных, кто не прошел конкурсный отбор. Вот сегодня на финал Видновчанки. Это говорит о том, что у нас высокая конкуренция. Это говорит о том, что у нас замечательные дети и очень талантливые дети. Их педагоги. Я уверен, что сегодня получится такое замечательное, красочное шоу. Гости все прибывали и прибывали. На переполненных трибунах и просто зрители, пришедшие на зрелище. И болельщики, приехавшие поддержать своих одноклассниц. Они с флагами, световой атрибутикой и специально изготовленными транспарантами. Проведение такого мероприятия одновременно и честь, и большая ответственность для руководства спорткомплекса. Подготовка к нему была основательной. По сравнению с предыдущим годом мы купили новую сцену, которая более большая, более удобная для наших детей. Это одно из самых крупных, крупномасштабных мероприятий, которые мы проводим в Ленинском районе для школьников Ленинского района. В этом году за корону конкурса «Видновчанка» боролись пять участниц. Каждый из старшеклассниц мало того, что передавится в учебе, так еще и профессионал в том деле, которому посвящает себя вне стен школы. Олеся Бендерина танцует в народном ансамбле. Кристина Белицкая увлекается КВН. А Кристина Жукова замечательно поет. Ангелина Сбужинская грезит театром. А выправка Лизы Шурыгиной выдает в ней художественную гимнастку. По результатам артистических и интеллектуальных конкурсов судейской коллегии предстояло выбрать лучшую. Задача у них не из легких. Каждое выступление приходилось раскладывать на сегменты и анализировать отдельно. Мы смотрим, во-первых, на слаженность работы в команде, во-вторых, умение двигаться, держаться на сцене, как человек показывает себя, как он презентует себя. Потому что в первой части у нас есть визитная карточка, где участница должна показать, на что она способна, на что она умеет. Естественно, если что-то не получается, допустим, петь, либо танцевать, лучше этого не использовать. Но некоторые, естественно, не прислушиваются к этому и пытаются как-то показать себя в том, что у них не получается. Видновская дирекция киносети учредила свой приз, независимый от решения судейской коллегии. Видновчаночка-конкурс один из тех, которым мы с удовольствием выбираем своих номинантов, своих победительниц. Мы присуждаем звание мисс СМИ. И наш выбор уже сделан. Это стала Ангелина Збужинская. В подарок от киносети Ангелина получает бесплатную фотосессию. Очень скоро главную страницу газеты Видновской Вести украсит фотографией этой симпатичной и очень очаровательной девушки. Ваши аплодисменты. Спасибо вам. Ну и, конечно же, апофеозом вечера явилось главное награждение. Имя королевы открыл собравшийся глава Ленинского района Олег Хромов. Из Новчатки 2017 становится Кристина Жукова. Дальше были слезы радости, овации, поздравления, фото на память и снова овации. Таким стал этот день для Видновчанки 2017 Кристины Жуковой. Я Кремев, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.